Дорожный ремонт 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 Капитальному либо реконструкции не представляется возможным. В целях поддержания проезжей части в удовлетворительном состоянии для обеспечения проезда автомобильного транспорта, общественного транспорта, проводятся работы по ремонту картами. То есть это поддерживающий ремонт до момента проведения более комплексных работ. Выбирается наиболее разрушенные участки на проезжей части и ремонтируется. Фрезеруется 4 сантиметра методом холодного фрезерования. Именно производится розлив битума и выполняется устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 сантиметров. А вы можете сейчас, чтобы уже было понятно, наглядно, привести примеры, на каких улицах у нас сейчас в городе Самара ведутся подобные ремонты картами? Работа по ремонт картами в текущем году свыше 100 метров погонных ведутся на улице Народной, на улице Белорусской, на улице Шоссейной. Планируется проведение работ на улице Береговой, на улице Товарной, на улице Советской Армии, на ряде других объектов. Вы назвали самые значимые, Шавель Толгатович. Ну вот у меня к вам такой вопрос. Мы, жители города, очень с большим вниманием наблюдаем за ходом работ. Я сама автомобилист, и если мне не изменяет память, начали ремонтировать с конца февраля точно. Так вот, когда сходит снег, мы видим асфальт ненадлежащего качества, и даже если его ремонтировали, то есть сезон, снег сошел, и асфальт в плачевном состоянии. Скажите, пожалуйста, вот после ремонта грандиозного, который сейчас происходит в городе, будем ли мы наблюдать вот такую, я бы сказала, печальную историю? Давайте опять же вернемся к тому времени, что ремонт на территории городского округа Самара не производился достаточно давно. На тех участках, где мы наблюдаем с вами разрушения в весенний период после выхода из зимы, большое количество разрушений. Разрушения образуются и с тем, что в межсезонье после большого количества осадков происходит цикл замораживания и оттаивания. Вода, попадающая в трещины, образовавшаяся в старом покрытии, в разрушенном уже в результате перехода через цикл замораживания и оттаивания, разрушает это покрытие гораздо более усиленными темпами, чем при обычной эксплуатации. В связи с чем мы видим имеющиеся на покрытии разрушения. Так как площадь территории проезжей части, дорог в городе более тысячи километров, охватить одномоментно проведением ремонтных работ, это все не представляется возможным. И с учетом того, что сейчас большинство людей ездит за рулем, это просто будет такой в городе коллапс, что эти, конечно, факторы вы тоже учитываете. Но вот я хочу получить у вас комментарий о следующей информации, которая в СМИ, что в Самарской области получат 650 миллионов рублей на ремонт дорог, а в Самаре и Тольятти. Так вот, я цитирую, планируется, что из общей суммы субсидий 400 миллионов рублей будет направлено ремонт дорог в Самаре, 250 в Тольятти. Данные средства позволят привести порядок 15 объектов в областном центре. Вот, в частности, ремонт произойдет на таких самарских улицах Советской армии Свободы промышленности, Вольско-Партизанской, Ракитовском шоссе. Прокомментируйте эту информацию, когда мы увидим хорошие дороги. В текущем году обсуждается вопрос выделения городского округа Самара субсидий из федерального бюджета на проведение работ по ремонту картами свыше 100 метров погонных участков автомобильных дорог. Перечень дорог сейчас находится на утверждении в Министерстве транспорта Самарской области, Министерстве транспорта Российской Федерации. После того, как он будет утвержден, он будет доведен до населения в средствах массовой информации. Мы рассчитываем данным ремонтом снять очаги напряжения, которые есть на автомобильных дорогах, и привести их в соответствие для того, чтобы обеспечить комфортное передвижение граждан нашего города. Шавель Толгатович, освоить эти деньги с максимальной, хотелось бы, эффективностью, и сделать все возможное, чтобы дороги и в микрорайонах нашего города значительно улучшились. Вы со мной согласны? Безусловно, согласен. Те деньги, которые предусматриваются к выделению из федерального бюджета, будут, будем говорить, в целях более рачительного применения, будут отремонтированы именно ремонт картами, будет выполнен на эти денежные средства. Это позволит увеличить площадь работы по сравнению с комплексным ремонтом, так как при комплексном ремонте выполняется ремонт проезжей части, газонов, тротуаров и так далее. В данном случае будет выполнен ремонт только покрытия проезжей части, что позволит увеличить площадь охвата отремонтированного покрытия на территории города, и позволит улучшить состояние большего числа автомобильных дорог. Шавель Толгатович, а вот на ваш взгляд, какие самые проблемные участки дорог в нашем городе? Проблемные участки сложились, в общем, достаточно давно. Администрация городского округа Самара ведет работу по ремонту, ремонту ямочному, ремонту комплексному, ремонту картами. Такие участки есть в каждом районе города. Мы знаем о них. Есть лист ожидания, в который вносят все поступающие в адрес департамента от населения, от органов ГИБДД, от прокуратуры адреса. Эти адреса находятся у нас на контроле. По мере финансовой и технической возможности данные объекты ремонтируются. Ну вот, я думаю, что вы со мной также согласитесь. Теплый сезон все-таки у нас небольшой. И огромный, я бы сказала, даже колоссальный объем работ, который нужно выполнить. Но вот все-таки, каким образом вы расставляете приоритеты? Какая часть работы будет выполнена в этом году, Шамиль Талгатович? Действительно, строительный сезон в Самарской области не такой большой. Порядка 5-6 месяцев и зависит от погодных условий. В рамках ремонта предусматриваются в первую очередь мероприятия по ремонту, проезжая часть и тротуаров. Приоритет отдается им. Вместе с тем, с учетом подхождения 2018 года, когда на территории городского округа Самара планируется проведение чемпионата мира по футболу, одного из этапов, приоритет отдается гостевым туристическим и пешеходным маршрутам. Можете поадресно назвать примеры? Поадресно, безусловно. В текущем году планируется начать работу по ремонту Волжского проспекта, по улице Максима Горького, Лесная, Северо-Восточная, Малдогвардейская, Осипенко, Степана Разина, Аврора, Некрасовская, Красноармейская, Красноглинская, Шоссе Галактионовская, Полевая, Комсомольская. И один из очагов напряжения – это капитальный ремонт улицы Дыбенко в близи торговый центр «Космопорт», который иногда вызывал справедливые нарекания жителей нашего города в связи с отсутствием общественного транспорта. В текущем году, в течение 16-го и 17-го года будут выполнены работы по капитальному ремонту этого объекта от улицы Аврора до улицы Советской Армии, что позволит запустить общественный транспорт, сделать посадочные площадки, обустроить тротуары для более удобного передвижения, ливневую канализацию, освещение, что позволит с комфортом пользоваться данным объектом уличной дорожной сети. А вот сейчас особый акцент мне бы хотелось сделать на вообще работе, но очень тяжелом труде работников дорожных. Дорожников, проще говоря. Так ведь построить и отремонтировать дорогу – это не просто снять верхнее покрытие, это, как вы говорили на предыдущем эфире, это колоссальное изучение в том числе и внутриподземных коммуникаций. Так вот, расскажите, пожалуйста, как строится на сегодня работа служб дорожного хозяйства? При проведении работ по комплексному ремонту, безусловно, учитывается наличие подземных инженерных коммуникаций, как относящихся к автомобильной дороге, такие как ливневая канализация, сети освещения для освещения проезжей части тротуаров, так и коммуникации, которые расположены под дорогой, но которые ведут к жилым домам. Мы сейчас говорим о водоснабжении, водоотведении, о сетях электроснабжения, газоснабжения, жилых и производственных зданий. С учетом мнения губернатора, главы городского округа Самара, с недавнего времени при комплексном ремонте уличной дорожной сети используется правило «один раз вскрыли, за этот раз все сделали». То есть перед тем, как дорожники заходят на ремонт автомобильные дороги, сетевики, перекладывают имеющиеся инженерные коммуникации, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, в ближайшее время потребуют замены, перекладывают их на новые. То есть таким образом меняются тепловые сети, газопроводы, электрокабели, кабели интернет, кабели связи. Таким образом достигается высокий результат в данном случае, что после того, как дорога будет отремонтирована, никто не будет скрывать ее повторно для ремонта каких-то коммуникаций. Спасибо за это объяснение. Шамиль Толгаточ, какие участки дорог перекрыты в настоящее время и на что водителям обращать особое внимание? Может быть, какие-то ценные профессиональные советы, как проехать, где удобнее, быстрее, потому что время в наше время очень ценно? С учетом проведения работ по Московскому шоссе, по улице Новосадов, Министерством транспорта, от Советов автомобильных дорог Самарской области выстраивается график проведения ремонтных работ на территории города по заказу администрации городского округа Самара. С учетом того, что автомобилистам нужно обеспечить возможность беспрепятственного проезда, так же и к общественному транспорту, работа производится без закрытия движения, максимально освобождая проезжую часть под движение именно автотранспорта. Вместе с тем, в ближайшее время, в текущем году, в рамках комплексного ремонта планируется перекладка разрушенного ливневого коллектора по улице Максима Горького, в связи с чем будет перекрыто движение на этой улице. Уже даты известны? Даты пока еще неизвестны, распоряжение еще не подписано. О подписании этого распоряжения, о времени закрытия этой улицы будет проинформировано дополнительно население в средствах массовой информации. Шамиль Толгатович, немаловажным фактором и, пожалуй, тоже важным вопросом является и ремонт внутри квартальных дорог и проездов. Скажите, пожалуйста, какой объем ожидается в этом году? Определены ли подрядчики и завершены ли торги? Ежегодно. Начиная с 2011 года, Министерство транспорта, связанных на дорогах Самарской области выделяет субсидии на ремонт дворовых территорий городского округа Самара. В текущем году выделены средства в размере 176 миллионов рублей, которые позволят отремонтировать 66 дворовых территорий на территории городского округа Самара. Перечень дворовых территорий определяется администрацией внутригородских районов и представляется в департаменте городского хозяйства для формирования плана на текущий год. Торги уже проведены, подрядчик приступил к работам. Все работы по ремонту внутри квартальных территорий должны будут быть выполнены подряд на организации до 1 сентября текущего года. Ну и, конечно, логичный следующий вопрос. Какие сроки? Кто следит, контролирует ремонт дорог и, конечно же, гарантии? По поручению губернатора Самарской области главы городского округа Самара гарантийный срок на все работы по комплексному ремонту составляет 5 лет, работы по ремонту картами составляет 2 года. Контролем за проведением работ, за гарантийными сроками в городском округе Самара занимается МБУ дорожное хозяйство и департамент городского хозяйства. Шавель Толгатович, а вот какие новые технологии сейчас используются как при ремонте дорог, так и при строительстве? Что-то новое появилось? На территории городского округа Самара используется щебеночно-мастичный асфальт-бетон на полимерно-бетонном вяжущем. Опыт применения данного асфальта-бетонной территории города есть. Впервые он был применен еще в 2008 году в рамках опытной эксплуатации и показал свои высокие характеристики. Высокая несущая способность этого асфальта-бетона позволяет применять его в длительной эксплуатации, обеспечивать гарантийный срок в 5 лет. Применение бортовых камней бетонных вдоль проезжей части на тротуарах полосхого прессования тоже позволяет выдержать гарантийный срок и обеспечить. Опять же, на территории городского округа Самары применяется плиточное покрытие в исторической части города. Применение плиточного покрытия позволяет в длительной перспективе обеспечить экономию бюджетных средств. В силу того, что при замене инженерной коммуникации, мы знаем, что в исторической части города инженерные коммуникации требуют в большом объеме замены и тепловые, и водоснабжения, и водоотведения. Так вот, при повторном использовании плиточного покрытия на территории города в исторической особенно части ее, плиточное покрытие может быть легко демонтировано, проведены работы на инженерных коммуникациях. Плиточное покрытие позволяет восстановить его, применить тех же самых материалов. То есть нет дополнительных расходов, как в случае с асфальтобетонной смесью, где асфальтобетонное покрытие разбирается, демонтируется, вывозится на свалку, то есть мы загрязняем окружающую среду. Ты заново его уже не восстановишь. И новое, да. То есть в случае с асфальтобетоном также остаются на покрытии места ремонта, видно. В случае с плиткой все места ремонта как бы закрываются рисунком плитки и визуально уже не обнаруживаются. Шамиль Толгатович, ну не секрет, что самарские дороги часто критикуют и водители, и пассажиры. А вот как ваше управление относится к такой критике и к многочисленным запросам населения, ну и, конечно, средств массовой информации? В последние годы увеличился рост, в последние годы увеличилось число обращений граждан и запрос средств массовой информации о состоянии автомобильных дорог на триквартальных территорий на территории нашего города. Мы с пониманием относимся к тем обращениям, которые поступают от граждан, от организаций к нам и стараемся оперативно реагировать на все поступающие замечания. Все имеющиеся к нам обращения мы вносим в специальный лист ожиданий, в котором отражены как и те, кто обращался, так и предмет обращения, на который нужно обратить внимание. Безусловно, при формировании списка на текущий год по ремонту дорог, внутриквартальных территорий, тротуаров, сети освещения, мы учитываем мнение граждан, мнение средств массовой информации на тему необходимости ремонта того или иного участка автомобильной дороги. Приоритет отдается тем участкам, на которых происходит интенсивное движение общественного транспорта и автомобильных дорог. Спасибо большое. Наше время с вами подходит к концу, прежде чем я продолжу разговор с следующим своим гостем, Ивахином Олегом Владимировичем, директора муниципального предприятия городского округа благоустройства. Но я хотела бы вам предоставить заключительное слово. Может быть, вы что-то хотели пожелать жителям нашего города, автомобилистам, возможно, ну и всем тем, кто нас сегодня смотрел. Пожалуйста, заключительное резюме, подводим итог нашему разговору. Хотелось попроситься к жителям и гостям нашего города о том, чтобы при проведении ремонтных работ вы проявляли понимание к тем мероприятиям, которые проводятся, не оставляли на проезжей части транспорт ваш личный, потому что он мешает проведению работ. Работа, в которой дадут дорожные службы, работа нужная и работа важная. Относитесь с пониманием к тем мероприятиям, которые происходят. Спасибо большое за интересный разговор, безусловно, полезный. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, но сейчас мы не прощаемся и продолжаем разговор с Вахином Олегом Владимировичем, директором муниципального предприятия городского округа Самара «Благоустройство». Поговорим о том, как преображается наш город. Олег Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, поговорим о нашем замечательном городе Самара. Так вот, завершился весенний месяч по благоустройству. Скажите, а что сделано лично вашим предприятием за этот период? Муниципальное предприятие, как всем известно в городе, благоустройство занимается содержанием уличной дорожной сети. Это порядка 8 миллионов квадратных метров, которые мы содержим. В период месячника, да, он всегда у нас проходит напряженно, потому что сроки ограничены, объем зимних накоплений, которые скопились за этот период, достаточно колоссальный. И у нас дается всего лишь 30 дней, чтобы город привести в порядок, чтобы уже войти в летние содержания и жителям, было приятно по улицам ходить. Что было сделано? В первую очередь, значит, было вывезено зимних накоплений с города, с уличной дорожной сети порядка зимних накоплений 16 тысяч тонн. Было вывезено мусора 23,7 тысячи кубических метров. Также производилась срезка песка с газонов. То есть, долгое время в городе в основном, да не в основном, а 100% боролись с зимней скользкостью с помощью антигололедного реагента ПСС. Это песко-соляная смесь. данный реагент, он накапливался на газонах, не вывозился. То есть, отсюда вот и состояние вот этих газонов в виде барханов. Отсюда и после дождей мы получаем вот это вот постоянно грязь, которая обратно стекает. То есть, уже на протяжении последних лет предприятие эту работу ведет. То есть, скажем так, проспект Масленниково, проспект Кирово. Комплексно, когда вот отремонтировали улицу Гагарина по обедам, вот в 2014-2015 году отремонтировали там газоны. То есть, тоже срезали и сразу улица преобразилась. Комплексно. Вот, то есть, это дает свой положительный эффект уже при содержании. Во-первых, мы и меньше тратим ресурсов, сил на поддержание. уличной дорожной сети в чистоте. Ты слышал, один раз сделать качественно, всерьез и надолго, чем потом много раз переделывать. Но вот, чистоту в городе поддерживает специальная техника. Это видно невооруженным глазом и рабочие бригады. А вот какие еще работы запланированы в городе? Расскажите, пожалуйста. Ну, кроме этого, у нас были проведены работы по ремонту и окраске урн. Были окрашены пешеходные направляющие в городе. были окрашены деревья вдоль уличной дорожной сети. То есть, если говорить по цифрам, телезрители это интересуют. то есть, грубо говоря, на сегодняшний день у нас, значит, из ограждений это пешеходные направляющие, окрашено 44500 погонных метров урны. Значит, отремонтировали и окрасили 2513 урн. Сейчас вот еще закупаем планово урны, будем доставлять там, где, допустим, в процессе содержания, да, есть такие факты там и по нашей вине, не всегда, грубо говоря, получается так, что вот задели, погнули, вот, ремонтируем и планово доставляем в те места, где видим, где наиболее скапливается мусор. То есть, ну, это в основном места, которые, где более большой трафик проходимости людей. То есть, это перекрестки какие-то рядом с торговыми центрами, с парками, с скверами, то есть, там, где вот массово стекается народ или там для просто отдыха или когда мероприятия проходят, отмечают. Также, значит, 4 235 дерева были в лично-дорожной сети, стволы были окрашены. Бортовой камень вдоль уличной дорожной сети, если вы заметили, черно-белый цвет, то есть, он отбивает дорогу, сразу другой вид у улицы преображается, да, такой небольшой, но хороший дает эффект, то есть, сразу подчеркивает чисто. Да, четкое дорожное полотно. Олег Владимирович, да, есть еще что дополнить, да? Ну, наше предприятие также занимается в рамках содержания и поддержанием нормативного состояния уличной дорожной сети. Контрактом предусмотрено проведение текущего ремонта малыми картами, чем мы сейчас и занимаемся, то есть, на сегодняшний день контрактом предусмотрено 63 тысячи с половиной квадратных метров отремонтировать. На сегодняшний день мы уже 30 тысяч отремонтировали. Задание формирует заказчик Департамент городского хозяйства и экологии. В первую очередь туда попадают улицы, те, которые идут по предписаниям надзорных органов, это и ГИБДД, и прокуратура. В основном это улицы, по которым проходит общественный транспорт, это улицы, на которых расположены соцобъекты, школы, больницы. Они попадают в первую очередь. Ну и также у нас есть свой блок в Твиттере. вот я очень хотел сказать, что вы ведете очень активную работу и ежедневно обновляете информацию о планах объемных работ. Отвечаете на самые, кстати, сложные и порой нелицеприятные вопросы. Вот почему вы это делаете? Внимание людей к проблеме содержания дорог, кстати, наверное, помогает вам в работе, да? Ну, получать оперативную информацию, то есть, посредством соцсетей, очень удобно. Очень удобно. Во-первых, и... Во-вторых, это быстро. Быстро. Вот. Тут же сразу видно результат. Отработали, не отработали, хорошо отработали, там, или остались недоработки, то есть, то есть, в этом ракурсе оперативность, она очень помогает именно соцсети. Бывают, да, не очень приятные вопросы, бывает, не наша зона ответственности. И... То есть, вы сразу перенаправляете, опять же, да, к специалистам? Или это предприятия, которые, ну, смежники, это или горзоленхоз, или инженерные системы, то есть, перенаправляем им, если нет, ну, тогда заказчику в департамент, что, да, есть такая проблема, вот, то есть, направляем им, чтобы установили чазу на ответственности и приняли какие-то меры. Олег Владимирович, я вот, знаете, кстати, недавно наблюдала, как ваша служба работала на улице Ленинской, так хочу заметить, что работы ведутся как минимум профессионально и качественно. Чем еще занимается ваше предприятие? Так вот, я, по-моему, не ошибусь, если скажу, что в Самаре начался сезонный покос травы. Как борется с сорняками? Да. С сорняками? Ну, на данный момент на предприятии сейчас задействованы 23 бригады по покосу. У нас газоны, которые расположены вдоль улично-дорожной сети, это площадь 240 гектар. Вот, на сегодняшний день у нас свыше 50% уже газонов скошено. Начали с гостевого маршрута, с 2А, с 2Б категории, и потихоньку уходим на 3-4 категории, но также смотрим, в основном, приоритет даем на те газоны, где уже вот трава, скажем так, выросла больше, чем 5-10 сантиметров. Ввиду того, что вот было такое вот обилие дождей, сейчас солнышко пригрело, очень бурный рост, вот, одновременно проходим и поросль тоже у деревьев, подрубаем, и также покос травой ведем. То есть у нас по контракту объем определен, кратность заложена, то есть в принципе будем стараться, чтобы вот в период цветения, сейчас в основном, ну не ошибусь, если скажу, что процентов, наверное, 70-80 людей аллергики, потому что я сам... Вы считаете еще и эти интересы жителей, да, еще здоровый фактор? тоже страдаю, есть такое на цветение, вот, поэтому мы стараемся проводить покос до того, как начнется цветение травы, что вот приводит к негативному фактору на людском здоровье. Ну что же, спасибо вам большое за очень интересную беседу, я думаю, что мы встретимся еще с вами и не раз, вы расскажете, каким образом вы еще больше, красивее благоустраиваете наш замечательный город. Спасибо, всего хорошего, до свидания. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова